Национальный лифтовой союз До 16 мая продлили домашний арест бывшему председателю управления Татфондбанка Роберту Мусину. Соответствующее решение принял накануне Верховный суд Татарстана. На заседании стало известно, что пока обвиняемый изучил лишь половину из 120 томов уголовного дела. Хотя, по его словам, в день он осваивает до 150 страниц текста. Напомню, общий ущерб от действий Мусина составляет более 50 миллиардов рублей. 11 тысяч тракторов выйдут этой весной на поля Татарстана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов. Он подчеркнул, что вся техника должна быть отремонтирована к 1 апреля. А всего на ее ремонт и приобретение запчастей требуется более 3 миллиардов рублей. На сегодня приведены в порядок и готовы к посевной две трети тракторов и четверть комбайнов. В Госдуме предложили отменить эвакуацию неправильно припаркованных машин зимой. Правда, в случае, если они не мешают пешеходам и дорожному движению. С инициативой выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов. Он отметил, что зимой водители вынуждены нарушать правила парковки из-за сильных снегопадов или сугробов. И вполне можно обойтись составлением протокола и штрафом. На двух перекрестках набережных Челнов временно перестанут работать светофоры. Завтра, 13 февраля, с 8 часов утра и до 5 вечера электронные регулировщики отключат на пересечении проспектов Сюмбике и Автозаводский. А в четверг, 14 февраля, также с 8 до 5, светофоры не будут гореть на пересечении проспектов Сюмбике и Вахитова. Причина отключения – проведение ремонтных работ. Причина